В живописном уголке Красного Луча, в урочище Зелёный Гай, на территории оздоровительного лагеря Лучистый, 30 сентября состоялся профсоюзный туристический слёт среди работников образования. Лагерь педагогов напоминал пчелиный улей. Команды 11 учреждений образования готовились к презентации, экспериментируя с образами перед конкурсом. Каждый коллектив подготовил интересное название и вживался в свою роль. Какие только имена они не присваивали командам. Мандаринки, арбуз, улётная весёлая компания, девчата и гармонист, пирамида, 220, пегас. Впрочем, все были настроены по-боевому и мечтали о победе. Большое спасибо организаторам этого турслёта, нашему профсоюзу работников образования. Очень приятно, что возродили традицию проводить туристический слёт. Последний турслой был проведён ещё до войны. Ну, надеемся, что последствий команд будет намного больше. Сейчас мы собрали 11 команд. Ну, думаю, что будем немножко расширяться. И с каждым годом у нас всё больше и больше будет команд. Ну, в принципе, готовились к конкурсу. Как они, как будут результаты, посмотрят, покажет время. Ну, тем не менее, пока идём неплохо. Надеемся на положительный результат. Самое главное – это то, что коллектив хорошо сплочает. Ну, и также на свежем воздухе – это общение, это положительные эмоции. Думаю, что такие виды мероприятий, такого вида всегда нужно проводить. Редко мы посещаем, скажем так, мероприятия такие. В этом году образование решило опять возобновить традицию турслёта. В общем-то, коллектив откликнулся сразу, мгновенно на данное предложение. С удовольствием, конечно, проводим время на природе, с удовольствием разжигаем костры, с удовольствием куварим кулиши, конечно, с удовольствием общаемся, что, в общем-то, редко на сегодняшний день. Ну, я думаю, это огромный плюс, большой плюс. Начало положено, я думаю, на будущий год уже это будет традицией. По словам организаторов, в этом году они решили возобновить добрую традицию и привлечь как можно больше молодых учителей к активной школьной жизни. Также они надеются в следующем году расширить программу и включить в неё дополнительные – художественную самодеятельность и конкурс газет. Значит, у нас будет в соревновании входить конкурсная программа и спортивная. Конкурсная программа будет включать визитная карточка, установка палатки на время, разжигание костра и конкурс дартс. И спортивная часть включает две дистанции. Одна из дистанций у нас – спортивное ориентирование, микроориентирование, и вторая – пешеходная полоса препятствий. Ну, такая упрощенная, чтобы было всем интересно и весело. Командам предстояло пройти шесть конкурсов. Все задачи нужно выполнить, используя минимальное время. Яркими эмблемами, шуточными визитками, ловкостью, умением справляться с полевыми трудностями Участники поразили жюри и гостей мероприятия. ПЕСНЯ 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 Сложные конкурсы и, казалось бы, невыполнимые задачи не пугали игроков. За несколько часов, проведенных под открытым небом, учителя и воспитатели успели с удобствами расположиться в лесной глуши. Накрытые столы указывали на то, что соревнования – это отлично, но обед состоится при любой погоде и вне зависимости от насыщенности конкурсной программы. ПЕСНЯ 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 С энтузиазмом, волей к победе, умело и профессионально, проходили конкурсанты все препятствия, но победу отвоевали самые шустрые. Первое призовое место присвоили команде «Пирамида» школа номер 11. Второе в нелегкой борьбе завоевала команда «Надо» УВК номер 2. Третье присудили команде «220» школа номер 20. А четвертое разделили между собой команда «Девчата» и «Гармонист» УВК номер 5 и «Пегас» школа номер 10. Также всем коллективам были присвоены номинации за лучший костер, визитку и другие конкурсы. Победителям вручили кубки и грамоты.